Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дональя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Starstable Online. Посмотрим, какую же лошадь добавили на день рождения, какие изменения произошли за эти две недели, какие магики приехали к нам из дальних долин, ну а также, что появилось у Марио, какая гонка вернулась, и а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Так как я новостей посчитала, что их очень мало, я объединю данное видео, здесь будут новости за прошедшие две недели. Прошлое обновление и обновление этой недели. Начнем с обновления прошлой недели. Щедрость разработчиков закончилась на 10-м день рождения, когда нам давали бесплатно лошадь, точнее, дикую лошадь Юрика, но для меня это лохматики. Вот именно эту масть раздавали на тот день рождения бесплатно, но теперь она стоит 600 старкоинцев. Ну а в этом году щедрости действительно никакой нету. Нам добавили вот эту лошадку за 850 старкоинцев, как просто новую масть пентхорса, но очень красивую и очень нежную. Я, конечно же, очень хочу ее, и я обязательно приобрету ее к себе в конюшню и даже не на один аккаунт. Так что ждите, видос с ней точно появится на этом канале. Ну а также на уже новой неделе к нам приехали еще и старые добрые магические хаффлингеры со своими питомцами. Это Антея, вот такой вот изумрудно-зеленый, с сиреневыми крылышками и рогом, точнее, градиентным, с сиренево-голубым. Вот такой вот красивой масти. И также ее, его друг, ее друг Генера. Вот такие вот две классные лошадки на модели хаффлингеров. Стоят они 900 старкоинцев и доступны до 25, по-моему, октября. Так что если вы их долго ждали и хотели приобрести, то поспешите их купить. И, кстати, да, я их, если честно, ждала целый год, потому что когда они вышли в прошлом году, я не успела их купить. Поэтому, да, ждите еще и эту покупочку. Ну а также с ними, как я и сказала, приехали их питомцы магические лесные лисички. Каждый из которых стоит 350 СК. Хрустик. Маленький малыш, обожающий собирать кучки из листьев и весело в них резвиться. Ну а второй лисенок у нас изумрудный, тоже 350, трюфель. Если ищешь веселого питомца, с которым можно исследовать болота и пещеры, тебе нужен трюфель. Вот такие вот очень классные лисички. Если у вас манит магия леса и их безумно лесной вид, то советую к покупке. На прошлой неделе к нам приехал Гильермо Гадео со старой доброй гонкой на ферме полуострова Южная Копыта. Каких же лошадей можно допускать к соревнованиям? Давайте сейчас это посмотрим. Именно почитаем непосредственно у самого Гильермо. Для этой гонки для участия нужен лиский пони, пони Чинкотик или Готландский пони. Да. Сейчас в каждой такой гонке, которая к нам приезжает, нужно обязательно брать какую-либо лошадь определенную. И каждый раз это теперь какие-либо три породы. Если раньше это могло быть две породы или даже побольше, то сейчас постоянно их три. Так что успейте проходить эти гонки, они дают очень много опыта. 500 XP опыта для вашей лошадки ежедневно. И данная гонка доступна до обновления в среду 18 октября. В обсерватории Марио появился новый телескоп. Это такая мини-сюжетная линия с именно обсерваторией. И просто задание. Если хочешь его выполнить, то для этого тебе нужно вначале привезти Эльзу Эйнштейн в лагерь Ника Стоунгарда в долине спрятанного динозавра. И только после этого у тебя откроется данное задание с Марио. И нужно также обладать статусом Старайдера. Вот и произошли самые важные изменения, касающиеся наших серверов. Недавно выпущенный сервер Подсолнух, теперь отключен от нашей локальной... Ну а теперь новости про сервера, а точнее про сервер Саунфлауэр или же Подсолнух. Как и было сказано ранее во всех новостных каналах Старстейбл, это исключительно сервер для украинских игроков. И нам обещали, что 27 числа, сентября месяца, он будет отключен от нашей локальной среды вместе с Блуберой, Папайей и Розой. То есть если раньше мы его видели постоянно в списке, то сейчас он от нас отделен. И мы его не видим ровно точно так же, как не видим и другие сервера других регионов. Европейские, азиатские и все вот в этом духе. Так что теперь у игроков из Украины появился свой отдельный сервер. Он закрыт от наших серверов, и если по каким-то причинам вы все-таки невнимательно следили за информацией по поводу закрытия, точнее отделения данного сервера, и вы на нем застряли именно случайно, не по своей собственному хотенью, то единственное, что я могу вам предложить, это попытаться написать разработчикам с криками о помощи, о том, что вы не увидели данную информацию, вы не уследили за данной информацией, вы не успели до обновления. Я, правда, если честно, сомневаюсь, что разработчики придут к вам на помощь и сделают все-таки перенос ваших аккаунтов именно обратно на сервер Черника, Папайя или Роза, но почему бы и не попытаться. Напоминаю, разработчикам нужно писать исключительно на английском языке, поэтому если у вас с ним плохо, переводчик вам в помощь. Ну а для всех тех, кто все же перешел на сервер Sunflower, если вы этого действительно хотели, я вас искренне поздравляю, вы теперь находитесь на отдельном сервере, пока что он один-единственный, но если игроков будет все больше и больше, наверняка случится то же самое, как и с русскими серверами, для вас создадут еще один сервер. Но пока что, я думаю, в течение года в вашем регионе будет исключительно сервер подсолнух. Ну а также сразу после закрытия, точнее отделения вашего сервера, солнечного подсолнуха, у вас появился донат. Вам доступны теперь абсолютно все донатные возможности Star Stable Online, в том числе Star Rider, все вариации покупки Star Coins, Ну а также, если я не ошибаюсь, покупка лайфа. Сама я это проверить не могу, но по слухам и информации, которые мне рассказали некоторые мои подписчики и друзья, это так оно и есть. Так что поздравляю и удачи вам на вашем сервере. Очень жаль, конечно, что с некоторыми мы больше в игре не пересечемся. Кто же ждет нас на следующей неделе в Star Stable Online? На фирме Джаспера проказничать лисички. Может мы придумаем, как им помочь. Так что вот на этом все. Это вся информация на сегодня по Star Stable Online в этих двух прошедших и наступившем обновлении. На этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!